Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Здравствуйте! Очень рада, что наш проект «Очки, маска, две перчатки» вновь в эфире, и у нас сегодня есть возможность пообщаться с совершенно замечательными гостями, причем сразу с двумя. Такой неожиданный подарок нам сделал клинический госпиталь Лапина, потому что коллеги — это врачи именно оттуда, Дмитрий Олегович Грапов — врач-терапевт, заведующая приемным отделением, и Маргарита Петровна Соколова — врач-терапевт первой квалификационной категории, заведующая терапевтическим отделением по лечению COVID-19. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада, что вы смогли присоединиться, сегодня в эфире поучаствовать аж вдвоем. Расскажите, пожалуйста, вот мы когда готовились к эфиру, слушатели, наши участники, задавали вопросы и присылали мне в личку. Как вообще так получилось, что госпиталь Лапина закрылся под ковид и стал принимать ковидных пациентов? Ну, вообще, долго бытует мнение, что мы исключительно роддом. На самом деле у нас всегда существовали терапевтические отделения, хирургические. Но не инфекционные. Не инфекционные. Мы понимали, что и руководство наше понимало, что не обойдет Россию эта беда и что мы должны быть готовы к этому всему. Мы открыли, скажем так, один подъезд, у нас это все по подъездам, одно отделение амбулаторное, закрыли его полностью от посторонних и всех пациентов с признаками. Температура изначально отправляли туда. Почему это было сделано? Ну, потому что оставаться открытыми и, соответственно, дифференцировать пациентов было трудно. Поэтому вот на такие меры пошли. И, честно скажу, мы как врачи, я почти уверен, что большинство коллег со мной согласится, так или иначе понимали, что это та проблема, с которой нам, наверное, предстоит в будущем бороться на тот момент. И что это все-таки вызов и для нас, и мы должны с этим тоже работать. И поэтому мы были относительно рады, что мы все-таки закрылись под ковид, что у нас была возможность работать с такими пациентами и, соответственно, отдать дань нашим истокам, так сказать, назовем это так. Ну, мне кажется, если я ничего не путаю, вы были первым частным стационаром, который закрылся под ковид. И, собственно, одним из немногих, да, из двух или трех. Мы 26-го числа, 26-го марта закрылись, так сказать, сравнительно рано. Да, да, очень рано. А как быстро произошло перепрофилирование под ковидный стационар? Очень быстро. Да, здесь все произошло достаточно быстро. У нас здесь все достаточно быстро это происходит. И были, конечно, небольшие, наверное, трудности, да, как и у всех во всех стационарах, которые перепрофилировались в отношении того, что непонятно, с чем мы столкнулись, как с этим бороться. В этом отношении были некоторые затруднения. Но мы с ними достаточно быстро справились и, я считаю, очень даже хорошо справились. Вы знаете, меня вот такой вопрос волнует. Все-таки, ну, вы справедливо заметили, что клинический госпиталь Лапина – это не только роженицы и не только мамы с детьми, но в то же время в основном, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что в основном это мамы с детьми и беременные рожающие женщины. И это такой поток, ну, довольно счастливых пациентов, да, они приходят, ваши пациенты приходят к вам в самые счастливые моменты своей жизни. С ковидными пациентами все совсем не так. Вот с точки зрения какой-то психологической перестойки, была ли она, как приходилось адаптироваться к этим изменившимся обстоятельствам? Нет, ну, поначалу было в любом случае сложно, там, взять даже эти средства защиты. Это было некомфортно, неудобно. Ну, потом, там, спустя неделю-две мы уже хотели, как бы, особо некомфорта никакого не было, да, от этого. Но поначалу действительно это неудобно было, да. И, как Дмитрий Олегович сказал, это было, ну, и морально достаточно тяжело, потому что мы действительно не понимались, там, с чем мы столкнулись, да, поначалу вообще, что и как, и тяжело болеющие люди. Страшно? Ну, нельзя сказать, что это было страшно, это было просто как-то необычно, некомфортно, ну, не так, не так, как всегда. И то, что это происходило действительно, там, ну, достаточно быстро, и нужно было все, там, образ жизни и все вообще поменять, ну, как бы, сложно было. Страха как таково, ну, лично у меня не было, да, ну, было, ну, не так, как всегда, некомфортно. А вот вы упомянули, что пришлось образ жизни поменять, а каким образом? Ну, в рамках себя, если рассказывать, то я все-таки, как бы, отсидела от себя полностью свою семью, да, я, как бы, ну, проживаю одна, и, ну, не вижусь по телефону, нет, мы, как бы, видимся, мы расстыли пяти метров иногда, ну, в этом плане тяжело. У меня проще, у меня жена работает со мной, поэтому у нас все намного... Вам изолироваться не нужно было? Да. Ну, вы знаете, когда спрашивала я у врачей, что особенно напрягало, то, удивительно, врачи, как в России, так и за пределами России говорили, на первое место ставили фактор дефицита средств защиты, ППИ или СИЗ. Ну, я предполагаю, что в Лапино, наверное, такой проблемы не было. Да, у нас, слава богу, такой проблемы не было. Можно ли сказать, что вы чувствовали себя защищенными, что вам было достаточно спокойно, или, тем не менее, какое-то волнение присутствовало? Ну, я чувствовал себя защищенным, вот. Единственное, когда я себя чувствовал беззащитным, это только датчики запотевают. Запотевают? Да. Там, конечно, ничего не видно, но все слышно, это тяжело. Но привыкаешь ко всему, потом в результате все-таки нашлись меры, как это все убирать. А как искали? Я обратила внимание на то, что, ну, например, на просторах интернета, в Facebook было довольно много обсуждений, и доктора делились лайфхаками, как протирать очки, что с ними делать. Как вы искали такие средства? Мне жена сказала. Да, как с профанной радио. Кто-то сказал, попробовали и сделали. То есть, я тоже специально не искала. Методом профаши. То есть, внутри госпиталя были такие инструменты, которыми делились? Да. А какого рода еще обсуждения случались? Вот, опять же, поскольку в нашем проекте участвовали гости из разных стран, то, например, наши гости описывали такие практики взаимодействия врачей, медсестер друг с другом именно для психологической поддержки, не для, например, обсуждения пациентов или тактик лечения, но для того, чтобы поддерживать друг друга. Вот было ли что-то подобное в коллективе Лапина? Ну, с учетом того, что мы практически только с коллективом Лапиной общались за эти два месяца, ну, как бы, да, большая дружная семья стала. А что конкретно делали? Ну, кушать, я так понимаю, в красной зоне невозможно или возможно? Нет, невозможно. Ну, здесь не могу сказать, что какие-то превентивные меры были, да, там, или что мы прям вот друг с другом общались в плане того, что у кого какие... Ну, не общались, у кого какие там проблемы с пациентами, все это понятно. Но здесь просто, знаете, когда все это началось, это, в принципе, сплотило всех. Как-то все было прям, даже те люди, с которыми мы не общались, наши коллеги, да, как-то у нас большой госпиталь, и бывают такие люди, которых мы там не видим, да, в глазах, мы знаем, что они есть, но мы вот так вот не общаемся. То с учетом этой пандемии, честно скажу, со многими коллегами мы начали общаться и вышли на многое время общения положительного. А почему? Как это происходило? Вы пересекались во врачебных бригадах или почему вдруг вы стали с ними общаться? Ну, потому что мы все работаем как бы вместе в красной зоне, и, ну, за счет этого у нас есть какие-то общие пациенты, у нас есть какие-то... Ну, общая тема у нас одна, поэтому, собственно, мы все друг другу помогали, действительно, и у нас не было там кто умнее, кто активнее и так далее. То есть мы действительно все вот как-то синхронно работали и действительно друг друга узнавали. И, ну, в обычной жизни мы практически не пересекались даже в работе с этими людьми. Вот. А тут как бы вот все получалось именно так. Трудности объединяют, а тут была одна точка соприкосновения. Ну, это было каких-то, знаете, между специалистами в разногласии в ведении пациента, потому что выбор, так сказать, и препаратов небольшой, как мы понимаем, и клиническая картина приблизительно одна. То есть тактика ведения, ну, меняется. Но в целом все, проблема-то одна, и поэтому мы боролись с одной проблемой, поэтому я думаю, что в этом отношении за это не сплотились. Ну, и коллегиально как-то действительно все решали, то есть не было, что кто-то там тянул на себя одеяло, не было разницы в том, сколько кто работает, у кого какой врачебный стаж, да, и как бы каждый могли друг у друга поучиться и спросить себе совет. Ну, действительно оказалась такая новая ситуация, в которой ранее наработанные инструменты, да, и врачебный стаж, может быть, даже не очень сильно помогал. Ну, да, потому что мы все вот как с чистым листом были бесходы в соответствии с проблемой. И все поначалу как же ничего не знали, и как бы приобретали это только согласно. А как строилось взаимодействие с медсестрами? Насколько медсестры помогали, наоборот, вы им помогали? Не знаю, у нас в отделении очень хорошие медсестры, которые действительно помогали и, ну, большую нагрузку выполняли в плане работы с пациентами. Все пациенты разные, а тем более с этой заболеваниями люди, ну, как бы, тяжело. Это все переносили, то, что они болеют. Ну, медсестры как бы молодцы. У нас, ну, не было каких-то обыденных конфликтных ситуаций, все помогали. Ну, то есть и младший медперсонал, и средний, то есть и санитарки, и медсестры, и врачи. Ну, как бы, мы действительно вместе все работали, и как бы, все переживали за пациентов. Ну, так. Здорово. А сколько всего пациентов было с ковидом? Больше тысячи. Я четко вам, конечно, сказать не могу. В порядке величины. Примерно это происходило так, что у нас вообще госпиталь вмещает там определенное количество, ну, почти в два раза больше пациентов с ковидом помещали. 270 – это пациентов, которые у нас на постоянной основе длительное время наблюдали. С выписками, с выступлениями. В день было там по 20 выписок и выступлений по 20. То есть это как бы вот ежедневно. Наверное, да, действительно, там тысяча пациентов, я думаю, что была точная. Точную цифру, к сожалению, не называть затрудняюсь. А сколько в среднем лежали пациенты? Ну, я думаю, что, знаете, тут минимум, наверное, это около 10 дней, вот. Среднее – около 15. Но здесь в расчет мы не берем, конечно, пациентов реанимации, ВЛ, тяжелых пациентов, которые долго идут к выздоровлению, и у которых плохо работает терапия. Ну, в среднем, наверное, дней, там, да, 15, если вот в среднем, такое грубое число. Как пациенты переносили то, что вот они болеют, лежат в лапина? Тяжело. Многие пациенты переносят, знаете, любая проблема, которую ты не понимаешь и слышишь только из СМИ, она просто… Наш мозг выстраивает, наверное, все-таки какие-то страшные вещи, и так устроены мы, да, что мы будем все самое страшное о страшном думать, что вот худший исход и так далее. Поэтому все тяжело, конечно, это переносили. Но, знаете, когда уже середина была всего этого, ну, или треть прошло времени, уже как-то они чуть-чуть беспокойнее были. И если с ними правильно поговорить, если есть на это время, и правильно все объяснить, какие тенденции, как это все происходит, то пациенты, в принципе, успокаивались, доверялись, и это, слава Богу, приводило к положительным результатам. Ну да, правильно. Если сравнить самое начало, когда у нас было, они действительно были, большинство из них было очень нахуганное, им было действительно страшно. То есть сейчас пациенты, ну, конечно, есть те, которым страшно, но в большей части они не такие, как были раньше. То есть они более спокойные, они более доверяют, они прислушиваются, как бы, ну, если действительно, как бы я легче сказал, то есть правильно преподнести информацию, раньше они просто даже не слушали эту информацию. У них был вот свой какой-то мир, стереотип, да, вот основанный на данных, которые по телевизору показывали, то они даже не слушали, и когда ожидаемое что-то происходило, там на пятый день исхода, когда там об этом говорили, то есть для них это был ужас и кошмар. Сейчас они прислушиваются, и они вместе с пациентами сейчас. Раньше было тяжело морально в этом плане. Сейчас они вот как бы они слушают, и у нас действительно все получается совместно, достаточно лучше, чем было раньше. Здорово. А вот вы упомянули, что если правильно поговорить, вот что есть правильно? Может быть, есть какая-то история, вот как поступил пациент и был встревожен, а вы с ним поговорили? Ну, да, во-первых, здесь мы считаем, что лучше пациенту в первые дни поступления, конечно, объяснить, как протекает заболевание, с чем мы столкнулись, что это такое, какие тенденции нас ждут. Есть еще одна проблема, конечно, я думаю, тоже многие коллеги со мной согласятся, это недоверие многих пациентов к некоторым специалистам в отношении, как врач, это как вот единица, как просто обезличенное лицо, да. И в этом отношении вот мне, допустим, всегда помогало пациенту объяснять, что мы с вами плывем в одной лодке, цели и задачи у нас с вами одни, и выполнять, и мы их выполняем, да. Вы помогаете мне, я помогаю вам, мы вместе идем к одной цели, чтобы вы поскориливались, или без всяких осложнений, чтобы вы хорошо себя чувствовали. Давайте будем работать в команде, я на веслах, вы водку не раскачиваете, и у нас все будет замечательно и хорошо. Если потребуется нам какая-то помощь, я обязательно вам скажу, я с вами честен, я вам ничего, ни в чем не волну. Ну и, конечно, второй психологический момент, это когда мы понимаем, что через пять дней, в определенном большинстве своих случаев, мы увидим отрицательную динамику компьютерной томографии, особенно видя, что пациент приезжает уже с лихорадкой, еще лихорадит точнее. И, соответственно, мы изначально пациенту говорим, что, вы знаете, через вот пять дней, когда будет последующее КТ, может быть отрицательная динамика, там по некоторым причинам, во-первых, это течение заболевания, это то, что рентгенологическая картина обстоит от клинической, но, во-первых, не нужно этого бояться, в последующем, как правило, все нормально, это первый момент, это естественное течение заболевания, а второй момент, что мы не лечим КТ, мы непосредственно работаем с вами, у нас есть только три вещи, по которым мы можем оценивать вашу динамику, это ваше самочувствие и, соответственно, наш осмотр, это второй компонент анализа крови и третий компонент анализа крови, соответственно, контроль КТ. И только в КУБе, взяв все эти три составляющих, мы можем выдвинуть какое-то мнение, не только по КТ. То есть мы не акцентируем внимание пациента, стараемся на том, что КТ отрицательный, и все это кошмар и ужас. Но стараемся идти с ними честно в последующем, конечно, если такая необходимость. Поздало ли времени вот так пообщаться с каждым пациентом? Все-таки та речь, которую вы сейчас произнесли, я предполагаю, что у пациента возникали какие-то вопросы, вы на них отвечали, но вот это все требует времени и какого-то внутреннего спокойствия для того, чтобы это все сказать. А если у тебя еще при этом, сколько вы упомянули, 270 пациентов единовременно, то это может быть достаточно сотруднительно. Я вам скажу честно, здесь такой момент, что первое время, конечно, опять же тот момент, когда мы еще не знали, с чем мы столкнулись, было много вопросов, но в последующем достаточно тезисно все эти моменты отвечаешь, говоришь, и сразу пациенту объясняешь, что, вы знаете, я вам сейчас все это объясню, вы просто дослушайте. И как правило, вопросов уже никаких не возникало, все пациенты говорили, да, то есть по сути дела это разговор на 15 минут, но это очень важные 15 минут, это одни из самых главных 15 минут работы, потому что в последующем ты видишь, что пациент понимает, о чем ты говоришь, ты понимаешь, он понимает, что ты не боишься этого, что ты на его стороне, и если ты не боишься, и ты на его стороне, значит, ему не надо бояться, и он как-то с доверием относится к тебе, в принципе, дальше это облегчало очень работу в последующем. Но стационар инфекционный, соответственно, он закрыт, соответственно, родственникам ходу нет, они там, оставшись дома, сильно волнуются, не всегда пациенты имеют возможность пообщаться со своими родственниками, их состояние не всегда позволяет, как вы решали эту задачу? У нас работают ком-центры, то есть у нас есть определенные часы, когда пациенты с нами связаны через ком-центры, то есть лично с лечащим врачом, и в течение дня какие вопросы могут быть, также параллельно на обходах у пациентов, там звонили им родственники, знакомые врачи, еще кто-то, то есть мы совершенно спокойно разговаривали, там по их мобильному телефону и объясняли, потому что нужно не только успокоить самого пациента, ему это, соответственно, преподать, но нужно им успокоить и эту же информацию преподать родственникам, потому что бывают волнительные пациенты, но менее волнительные, как бы более реально оценивающие ситуации родственники, и они самостоятельно самостоятельно друг другу в этой ситуации помогали. Поэтому мы работали не только с пациентами, а, собственно, мы работаем с их родственниками, мы работаем с их врачами, которые их на дому лечат, которые там либо имеют отношение к этим семьям, и за счет этого все достаточно открыто и понятно со стороны, то есть нет того, что мы говорим родственникам и говорим не о пациентах, да, вот как-то синхронно. Но бывают люди действительно очень волнительные, и даже вот эту информацию, как Дмитрий Олегович правильно сказал там про ухудшение рентгенологической картины и так далее. Многие пациенты в любом случае это ожидают вот как что-то такое ужасное, но когда вот ты как бы говоришь с их родственниками, они помогают нивелировать все-таки все эти моменты и поддерживаются там. Поэтому это работа не только с самим пациентом. Обычно и родственники переживают, а иногда у нас и родственники следом за пациентами потом тоже поступают, да, потому что ну это как бы семейная такая история, поэтому... Ну вы предупреждали мой вопрос, а если поступает семья сразу или последовательно, что происходило в этот момент? Вы госпитализировали вместе или разводили по разным палатам? В основном мы госпитализировали вместе, мы изыскивали палаты, возможности пребывания более одного-двух, то есть в рамках семьи людей, и они у нас включились, соответственно, все в одной палате, там, либо рядом на этаже, в соседних палатах, но это если они хотели все-таки по раздельности, то есть у нас, да, у нас очень много таких семей, многих, да, семей там и бабушек, и дедушек, и дядей, и тетей и так далее, то есть, как бы, таких, конечно, у нас много историй. Были ли такие пожилые пациенты, как вот недавно такой бравурный был пост из коммунарки, про то, как выздоровел пациент 100-летний или 99-летний, ну, вот что-то в этом духе? Да, был у нас такой пациент, недавно выписался, 90 лет, очень бодрый дедушка такой, вот, очень добрый, бодрый, хороший дедушка, в общем, да, выписался от нас, мы на телефоне с родственниками, и все у него хорошо. Да, ну, действительно, много пациентов старше 80 лет, которые у нас проводили, ну, в рамках там возраста сопутствующих заболеваний достаточно длительное время, да, ну, мы их выписывали, да, до сих пор на телефоне с родственниками, совсем, то есть мы их прям вот тянули по всем глазам, все, причем, практически, структуру службы наши, поэтому очень приятно таких пациентов выписать. И очень приятно такие истории слушать, это как-то, знаете, вселяет оптимизм и надежду. Да, это нормально. А если ретроспективно оглядываться назад, вот, у нас передача все-таки в большей степени не про лечение, а про разные психологические аспекты, вот что, на ваш взгляд, было самым сложным с психологической точки зрения? И, может быть, сразу второй вопрос, что для вас оказалось неожиданно легко, может быть, такое было, что вот вы думали, это будет трудно, а это не было трудно. Самое сложное и удивительное, наоборот, несложное. Ну, легко было, как выяснилось, начать, вот, и потом уже просто ночи сменяли дни, и вот уже оказывается июнь месяц, это было самое легкое какое-то... Неожиданно подступило июнь, вот уже какое-то сегодня четвертое другое, как-то так произошло. Да, трудно было сделать первый шаг, на самом деле, еще раз, в неизведанное мы вступали, объективно, мы понимали, что мы читали информацию из других источников, из мировой литературы, но настолько она разноплановая, где-то были определенные моменты, где все это вкладывалось в единую точку зрения, но, тем не менее, приезжали к нам потом и китайцы те же самые, да, о которых говорили абсолютно немножко другие вещи, и мы немножко терялись, вот это было очень сложно, потому что мы не понимали, к кому можно обратиться из наших, да, товарищей, коллег, там, профессорского, предавать профессорского состава, потому что сейчас, как мы уже это обсудили, все на равных, и непонятно, вот сейчас пришел к тебе пациент, вот он задает тебе вопрос, а что ему делать, сможешь ли ты ответить на этот вопрос четко, внятно, так, чтобы он понял и принял твою точку зрения, и чтобы вы, в принципе, как я говорил, шли к одной цели. Ну, в общем-то, для меня вот это было самое такое сложное, ну и нагрузка, нагрузка эмоционально была тяжелая, физическая нагрузка передавалась в эмоциональную нагрузку, все это было... А получается, у вас, вы сменами работали, или как это происходило? С тем, извините. С сменами, сутками, сменами? Нет, мы работали вообще 5-2, первое время, когда мы больше времени уходили на центр и работали, устаканивались, мы, конечно, проводили и по 12, и по там 13 часов иногда такие вещи были, потому что нужно было заканчивать работу. Но сейчас уже с четкой организацией, кто за что ответственный, когда все друг к другу придерлись, и когда мы все четко расставим свои места, сейчас, конечно, у нас 5-2, и мы стараемся до 5 часов, как бы до 5, мы работаем официально, как правило, мы не задерживаемся в последнее время, но бывают разные ситуации. Ну, плюс у нас, конечно, есть дежурные врачи, да, которые работают, соответственно, приходят и дежурили. Ну, как бы, да. Сложно еще было, наверное, вот этот временной интервал, когда это все начиналось, ну, лично для меня, потому что я не понимала, насколько это все, это было настолько растянуто, и, ну, мы не понимали, сколько мы здесь, месяц, два, три, четыре, и, ну, как бы, для меня было морально сложно это. Ну, конечно, я понимаю, планы определены, госпитализация не работает больше на прием ковидных пациентов, а в какой момент вы возвращаетесь к обычной жизни? 15-го, 12-го числа мы официально закрываем последнее отделение, в сегодняшний день уже большинство отделений закрыто, мы уже не принимаем по госпитализации пациентов, и сейчас лечим тех пациентов, которые остались. До лечим. До лечим, извините, я лишь сказал. До лечим. Ну, лечим и до лечим, мы все делаем. У меня, знаете, такой есть традиционный вопрос под занавес, я задаю всем гостям. Вот когда эпидемия закончится, ну, для госпиталя Лапина, да, это будет прям совсем скоро, что будет, что вы сделаете первым делом, о чем мечтали все это время? У меня сегодня позвала цитата. Я буду, не знаю, спать, читать, наслаждаться, делать свои дела, и куча вещей, которых я просто вот не делал за то время, что связаны в том числе и с наукой, и совсем, то есть здесь как бы надо все это делать, это все стоит, нужно зайти. Да, так как мы уходим еще на официальный карантин, все-таки на двухнедельный, да, то есть у нас много времени посвятить отдыху, действительно, и какой-то полезности, которой мы себе просто временно не позволяли вот в этот период. Маргарита, что сделаете первым делом? Дмитрий, я так поняла, будет читать на... Я когда-то уже на карантине, я поеду, увижусь там со своими родными, с мужем, с ребенком, с мамой, вот. Так что надо еще выжить, соответственно, времени. А так, ну-ка, дома уберусь, то есть много всего. Отличные планы. Хорошо. Спасибо вам большое. Благодарю вас еще раз за то, что вы нашли возможность прийти на эфир. Да, когда, вот видите, у нас такой разговор на троих получился, неожиданно, очень приятный. Я вам желаю всяческих успехов, отдохнуть от всего произошедшего. Спасибо вам большое еще раз. Всем пока. Продолжение следует...